В эфире служба новостей Саров-24 в студии Анна Пилипет. Здравствуйте! Смотрите сегодня в выпуске. Когда счет идет на минуты, 29 октября – Всемирный день борьбы с инсультом. Читаем вслух. Во дворце детского творчества звучали стихи Марины Цветаевой. Праздник студенчества – День первокурсника отметили в Молодежном центре. Далее расскажем обо всем подробно. Рост заболеваемости коронавирусом и гриппом в регионе ожидают в декабре, сообщила замглавы регионального управления Роспотребнадзора Наталья Садыкова. Предыдущую волну коронавируса в сентябре регион пережил достойность, считают в ведомстве. Пиковые значения не превышали 2000 заболевших в сутки. Регион справляется, значит коллективный иммунитет справляется, заключила Садыкова. По ее словам, сейчас интерес к вакцинации снизился. Это наблюдается каждый раз, когда идет спад заболеваемости. Но это нелогично. Мы, наоборот, должны готовиться к очередному подъему, который происходит каждые 2-3 месяца. Стоит позаботиться о себе и сделать прививку. Напомним, в КБ-50 возобновили вакцинацию взрослого населения против гриппа. Горожане могут привиться препаратом СОВИ-грипп. Предварительная запись доступна на портале пациента на сайте skb50.ru и по телефону единой справочной службы 9 55 11. Вакцинироваться против гриппа и COVID-19 можно одновременно. Ежегодно 29 октября отмечают Всемирный день борьбы с инсультом, который учредили в 2006 году. Цель этого дня – повысить осведомленность людей о проблеме инсульта, возможностях его предупреждения, информировать о ранних признаках заболевания и необходимости своевременного оказания помощи. Инсульт – это нарушение кровообращения в головном мозге, которое вызывает закупорка или разрыв сосудов. Инсульт приводит к пролечу конечности, нарушению речи, проблемам с памятью и инвалидности. Смертность от него – одна из самых высоких в мире. На ее долю приходится 175 смертей на каждые 100 тысяч человек. Мужчин чаще встречается, и мужчин более молодого возраста, чем женщины. Женщины более пожилые. Видимо, у мужчин, у них фактор риска, еще инсульта, да, тут больше курящих мужчин. Курение как один из самых явных факторов риска – алкоголь, курение. Кроме того, женщины к себе более внимательны. Чаще, чем мужчины, следят за давлением, посещают врачей и следуют их рекомендациям. Также острым нарушением мозгового кровообращения подвержены пациенты с хроническими заболеваниями, сахарным диабетом, гипертонией. При инсульте счет идет буквально на часы. Если точнее, то у такого пациента есть 4,5 часа. В течение этого времени медики могут провести тромбоэлитическую терапию. Тогда шансов на восстановление больше. Опасность инсульта в том, что сам человек зачастую не может понять, что с ним происходит, и вызвать скорую. Приходится рассчитывать только на помощь тех, кто рядом. Слабость в одной из половин тела. То есть правая рука или правая нога. Левая рука, левая нога. Значит, у человека может нарушиться речь. Если с ним кто-то близко находится, и пациент пытается сказать какие-то слова, он, как правило, их правильно не скажет. У него будет, так скажем, заплетаться язык. Также может возникнуть онемение в одной половине лица, головокружение, шаткость походки. Пациенты с инсультом попадают либо в реанимацию, либо в первичное сосудистое отделение, где также есть реанимационные палаты. Там они несколько дней находятся под круглосуточным наблюдением. Затем, если состояние больного стабильное, его переводят в общую палату в ПСО. И проходит около двух недель. Если есть показания для перевода российско-сосудистого центра, который у нас находится в Нижнем Новгороде, на базе больницы Симашка и 13-й больницы, то есть либо туда, либо туда, тогда мы переводим пациента туда для лечения. То есть либо это оперативное лечение, нейрохирургическая помощь. Если оперативного лечения не требуется, пациента отправляют на реабилитацию. Она включает в себя занятия на восстановление сил конечностей и речи. Это продолжительный процесс. Самыми плодотворными считаются первые три месяца. Как рассказал Виктор Левшаков, в городе в последние годы существенно снизилась летальность от инсульта. Во-первых, в КБ-50 сейчас есть современное оборудование, которое позволяет выявлять даже небольшие очаги и точно диагностировать инсульт. Мы их госпитализируем с подозрением, то есть наблюдаем. У человека все жалко прошли, которые у него были дома. Вроде бы как бывает такое, как транзиторная атака, то есть это по-простому прединсультное состояние, когда инсульт не развивается и все симптомы проходят в первые 24 часа. Например, рука ослабла, но за 24 часа она восстанавливалась. Но тем не менее на МРТ у этих людей иногда появляются микроинсульты, то есть лапонарные маленькие очишки. После перенесенного инсульта человеку рекомендуют периодически проходить курсы лечения, не пренебрегать назначениями врача, отказаться от курения и алкоголя, больше двигаться и быть внимательными к своему организму. Екатерина Пенова, Сергей Рябов, служба новостей, Саров-24. Частичная мобилизация в Нижегородской области продолжится до выполнения задач Министерства обороны Российской Федерации, сообщил журналистом глава региона Глеб Никитин. Насколько процентов выполнен план, губернатор также не уточнил. Подчеркнул только, что регион исходит из задач Министерства обороны России, как это сказано в указе президента. Другая важная информация в подборке коротких новостей. Программа льготной ипотеки стартует в Нижегородской области, сообщает заместитель губернатора Егор Поляков. Она распространяется на ипотечные кредиты, выданные с 1 ноября 2022 года. Благодаря ей для граждан уменьшается процентная ставка в зависимости от категории. Например, по льготной ипотеке с 7 до 4 процентов. А для многодетных семей ставка с 7 уменьшается до 0,1 процента. Участвовать в этой программе могут нижегородцы следующих категорий. Многодетные семьи, медицинские работники, пожарные, тренеры государственных и муниципальных учреждений спорта, работники учреждений социальной защиты, сотрудники полиции и Росгвардии, работники государственных и муниципальных учреждений образования, спорта, культуры, работники муниципальных унитарных предприятий, государственные и муниципальные служащие, ветераны боевых действий, IT-специалисты. Базовую стипендию для российских студентов увеличат до 16% от МРОД. В базовом варианте это составит 1967 рублей. С 1 июня этого года МРОД повышен в России до 15 279 рублей. Чуть больше среднего 2953 рубля в месяц устанавливается стипендия для социально незащищенных категорий студентов, сообщает Миноборнауки Российской Федерации. Игроки хоккейного клуба «Саров» приняли участие в турнире по хоккею с шайбой среди студенческих команд на Кубок полномочного представителя президента Российской Федерации по Приволжскому федеральному округу. Саровские хоккеисты представляли наш регион в составе хоккейной команды Нижегородского государственного инженерно-экономического университета и стали обладателями золотых медалей турнира. Впереди у них долгий и тернистый путь до специалиста, чтобы дорога начиналась с положительных эмоций. В вузах принято отмечать День первокурсника. Это самый первый праздник студенческой жизни и отличный способ получше узнать своих однокурсников. Праздник для тех, кто недавно стал студентом, прошел в молодежном центре. Добрый вечер, здравствуйте! В эфире капитал-шоу «Поле чудес». Культовые передачи отечественного телевидения показали студенты Саровского физико-технического института на сцене молодежного центра. Темой традиционного дня первокурсника стал теплый семейный вечер перед телевизором. В атмосферу, какой телепередачи придется погружать зрителя, студенты узнали путем жеребьевки. Выпало «Поле чудес». На подготовку было выделено очень мало времени, буквально две недели. Мы за эти две недели прекрасно подготовились, сделали барабан, грим всем, костюмы нужные достали. Я считаю, что все прошло прекрасно. На сцене показали фрагменты как новых передач «Импровизация» или «Мужское, женское», так и тех, что не сходят с экрана в долгие годы. Например, «Жить здорово», «Модный приговор» или «Давай поженимся». День первокурсника – первый этап битвы групп. По итогам выступлений каждая команда получила свои баллы. До Нового года проведут еще несколько этапов. По их итогам определят победителя, который отправится в Москву в рамках Всероссийского дня студенчества, где представят с РФТИ в финале со всеми остальными филиалами МИФИ. Помимо искрометных шуток, со сцены звучали также теплые слова и наставления первокурсника. Заполняйте свое портфолио, получайте стипендии, занимайте активную гражданскую позицию, помогайте тем, кто в этой помощи нуждается, чтобы дать повод гордиться вами, нам, вашим учителям и вашим родителям. Бытует мнение, что стать настоящим студентом можно только после Дня первокурсника. А первогодки успешно прошли студенческое крещение. Впереди у них непростое время первых экзаменов и зачетов. Самое вспоминающее, наверное, были первые знакомства с группой. Это непредаваемые эмоции, потому что ты видишь этих людей первый раз, а тебе с ними учиться на протяжении четырех лет. И это знакомство было просто изумительным. Я ходил на настольные игры, я выступаю, у меня практически главная роль. Планирую куда-то записаться и в ОСО попасть куда-то, летом поехать в стройотряд. На празднике первокурсникам по итогам ежегодных онлайн-курсов технологической истории атомной отрасли вручили сертификаты за знание истории отечественной атомной отрасли. Анна Пилипец, Константин Островский, Сергей Рябов, Служба новостей, Саров, 24. Читаем вслух. Дворец детского творчества продолжает городской проект. В этот раз во дворце педагоги школ читали стихи Марины Цветаевой. Всем пророконщик голос мой крылатый о том, что жили вы на земле когда-то. Вы столь забывчивы, вскоре не затвердили. Артистичные проникновенно с чувствами, эмоциями, волнением и душевным трепетом читали стихи Марины Цветаевой, саровские педагоги во дворце детского творчества на очередной встрече проекта «Читаем вслух». В прошлом году традиционные осенние чтения учителей проходили в онлайн-формате из-за пандемии. Сейчас участники наконец вернулись к живым встречам. У Цветаевой сплошные рваные ритмы, провалы в каких-то словах, какие-то перескоки мыслей. Очень тяжело читать эти стихи. Я надеюсь, что вам это удастся сегодня сделать, потому что, во-первых, вы прекрасно все это умеете делать, вы замечательные педагоги, а во-вторых, я постаралась тогда пройти стихи, которые как-то ложатся. Темы были самые разные – любовь, война, разлука, потеря родины, расставание с идеалами. Во вступлении коснулись и биографии поэтессы, поскольку весь ее бурный и тернистый жизненный путь был впоследствии неразрывно связан с творчеством. Кто-то читает на импровизированной сцене впервые, однако многие учителя не раз читали вслух сами, а также готовили к участию своих учеников. Чаще всего я с детьми хожу. Это уже несколько, на протяжении многих лет идет эта акция. Дети с удовольствием, особенно в среднем звене у нас, ходят читать. Очередь выстраивается из желающих. Но вот уже несколько лет читают и учителя. Нравится просто участвовать. Знаете, в знаменитом фильме про трех мушкетеров Портоска сказал «Я дерусь, потому что я дерусь». Следующая встреча в рамках проекта «Читаем вслух» пройдет 16 ноября. Анна Пилипет, Евгений Шикарев, Сергей Рябов. Служба новостей. Саров, 24. В Сарове стартовало первенство школ города по мини-футболу. На соревнования заявилась 21 команда из 12 образовательных учреждений по четырем возрастным категориям. Первый игровой день открыли команды из лицея номер 3 и школы номер 16. Школьный спортивный клуб при третьем лицее в этом году выбрал своим основным направлением занятие футболом. В школе футбол активно развивается. В лицее есть даже женские команды. На первенство школ города лицея номер 3 заявил участников по всем четырем возрастным категориям. «Опыт нам, конечно, нужен, но рассчитываем на результат, потому что дети достаточно у нас амбициозные, хотят зацепиться за какое-нибудь место обязательно. Притом и в младшей группе, и в средних, и в старших. Попытаемся. Мы участвовали в прошлом году только на кожаном мяче, но так получилось, что третье лицея занял третье место. Им хотелось, конечно, подняться повыше». Команда третьего лицея была решительно настроена на победу. На тренировках они выкладывались на все 100%, отрабатывали приемы и удары, оттачивали мастерство игры на поле. «Мы тренировались очень усердно, разминали вратаря, сами разминались, били поворотами и уделяли время разминке, чтобы не получить травмы. Мы очень любим футбол всех, кто тут от нашего лицея, и мы готовы тут всех победить». На первенство школ города по мини-футболу заявилась 21 команда от 12 учреждений. В соревнованиях участвуют четыре возрастных категории, начиная с пятиклашек и заканчивая взрослыми ребятами. Играют футболисты по олимпийской системе на вылет. Проигравшая команда выбывает из соревнований, а сильнейшие разыгрывают между собой призовые места в полуфинале. Открыли первый игровой день команды из третьего лицея и шестнадцатой школы. «Оно проводится в рамках федерального проекта мини-футбол в школы. С помощью этого проекта реализуется множество программ дополнительных, общеобразовательных и программы, входящие в образовательные стандарты новые. Дети больше занимаются футболом в школах. Футбол – самый распространенный вид спорта и у нас в стране, и в мире. Поэтому у детей проявляется больше возможностей для развития футбола». Первая игра закончилась со счетом 8-0 в пользу лицеистов. 3 ноября состоится финал первенства школ города по мини-футболу. И это все, о чем успели рассказать сегодня. Следите за новостями города в группах канала «16», в социальных сетях ВКонтакте и Однокласснике. Там же вы найдете все информационные выпуски, авторские программы. В студии работала Анна Пилипец. Всего вам доброго и хороших вам новостей. Субтитры создавал DimaTorzok